Военно-патриотические сборы для несовершеннолетних юношей недели в армии проходят при поддержке главы региона с 2008 года, а обучающие сборы для несовершеннолетних девушек «Шаг вперед» впервые состоялись в 2017 году. В Великоустевском округе сборы проходят ежегодные и торжественные открытия. Очередных состоялось 13 июня в базе отдыха «Колос». Ранее сборы проходили только на базе городских учреждений, так что это новый опыт и для организаторов. В этом году мы первый раз проводим муниципальный этап выездной. На протяжении четырех дней ребята будут находиться круглосуточно со своими наставниками и с психологами. Значит, выездной тур нам помог сделать выигранный грант. Менеджер отдела по управлению молодежной политики Махина Вера Александровна в том году выиграла грант непосредственно на организацию данных сборов. Конечно же направлены сборы на профилактику деструктивного поведения несовершеннолетних, на привитие им образа жизни здорового, каких-то даже полезных привычек, общения, команды образования. В сборах в 2024 году принимает участие 9 юношей и 10 девушек. Распорядок дня расписан поминутно и начинается с поднятия государственного флага. Важная часть сборов – общение с психологами, которые помогают участникам сборов лучше узнать друг друга, помочь стать командой, узнать себе новые стороны. Сюда мы собрались на образовательный тренинг для девушек «Шаг вперед». И цель тренинга – это чтобы девчонки посмотрели на себя, узнали свои сильные стороны, признали свои некоторые слабые стороны и задумались о своих целях жизни, о том, что весь мир открыт, и люди доброжелательны к ним, и очень важно начать делать шаги в сторону развития. Все четыре дня сборов для девушек насыщены всевозможными мастер-классами и общением со специалистами разных сфер деятельности – от фитнес-тренеров до рукодельниц. В рамках встреч им рассказали о пользе правильного питания, о создании семьи и других темах, которые пригодятся устюжанкам в будущем. В этом году запланирована беседа об основах здорового питания. В прошлом году я проводила для девчонок практику «Гвозди стояния», в этом году мы будем беседовать о здоровом питании. И я, как нутрициолог, им попробую дать полезную информацию, что кушать, в каких сочетаниях, в каких количествах. Надеюсь, они для себя сегодня почерпнут что-то новое. Рывней. Смирно. Направо. Как и следует из названия «Неделя в армии», для юношей все четыре дня участия в сборах были посвящены военной тематике – строевой подготовке, рукопашному бою, изучению основ тактической медицины, огневой подготовки, РХБЗ и другим темам. «Неделя в армии» вообще для юнош, я думаю, как проект в Вологодской области, который организуется и реализуется, он очень важен. Ребята, во-первых, они на какое-то время выходят из своей зоны комфорта, попадают в совсем другие условия быта, нежели дома, соответственно. Плюс с ними занимаются очень опытные наставники, психологи, преподаватели. Приезжают различные интересные люди, которые делятся какими-то своими жизненными ориентирами. Ребята этим вдохновляются. Есть не один пример, когда ребенок, курсант после недели в армии, так скажем, коренным образом меняет свою жизнь, свои ориентиры жизненные и начинает заниматься в различных патриотических клубах, спортивных секциях. Ну, вообще посвящает себя не гулянию по улице, а уже какому-то конкретному делу. Скучать на сборах юношам и девушкам было некогда. Каждый за эти четыре дня нашел себе занятие по душе, а также приобрел для себя что-то новое. Мы занимаемся строевой подготовкой, учимся ходить маршем, учимся держать дисциплину и знакомимся с новыми интересными фактами о армии и том, как правильно вести себя в строю. Я хочу больше всего тут увидеть, как работают психологи и чтобы нас научили к новому, к чему-то, сделать шаг вперед. Сборы «Шаг вперед» и «Неделя в армии» на базе отдыха «Колос» стали настоящим толчком к развитию и самосовершенствованию участников. Этот опыт останется с ними на долгое время, помогаем стать сильными и уверенными в себе личностями. Программа выходит при поддержке Департамента информационной политики правительства Вологодской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова